Перед нами тот же самый дольник, а та, что сейчас концует, непременно будет в аду. Докажите, что это дольник. Ну это не на что не похоже. Так, не похоже ни на что, согласен. Еще. Между двумя ударениями, то ли один, то ли два безударных. Значит, дольник размер такой, как бы. Еще раз схему дольника, напоминаю. Раз ударный, два ударный. И между ними, то ли один, то ли два безударных. Давайте рассмотрим на странный, очень смелый пример. Новостан 17. Первое, что я прошу вас сделать. Расставить ударение. Над него и та, 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 йога. О, та, 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 лицо. Моя та, 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 подруга. На та, 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 крови, лицо. Написано, да? Ну, написано у вас. Предуждение, я поставлю, да? Давайте подумаем, что значат эти та, та, та и та, та. Дадим. Какое-то пропущенное слово у нас. Возможно, это какое-то пропущенное слово. Согласен. Так, еще раз. Возможно, если это просто положительная песня, и написано ритм, но есть. Возможно, это некая песня. Так, еще. Да, теперь это ритм. И вот та, 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 улиц. Под та, 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 метель. И от та, 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 сутулись. И та, 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 метель. Вот та, 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 вечер. Вот та, 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 черты. А вот, вот, вот та-та-та-та вечер. Вот та-та-та-та чаты и та-та-та-ти-та свечи. То-та-та-та-ти-та-ты. Понимаете, что это может значить? Предлагаю вам подставить туда сладички. Так, чтобы получилось осмысленное стихотворение. Конечно, перед нами пародия. Илья Семинский пародирует шлях. Лучше, да. Ритмы все есть, согласен с вами. Осталось что-то вставить в середину. Заметь, ударений там не встанет. Можешь сдавить ударений, как хочешь. Мы знаем, что у нас дольник. То есть, подойдет ли нам нормальная строчка, скажем, аналиста? Да, спокойно. Подойдет, конечно. Нам подойдет что-то вроде «Надлевой разливается печа». Правда? Ну, нам подойдет. И скажем, «Надлевой разливается печа». А там с юга, там с юга, там с юга, там с юга, там с юга надлевается. С юга еще лучше. Пробуйте. На дневой, там с юга. Пробуйте сами. Пробуйте прямо в этих листочках вставить какие-то словечки. «Надлевой разливается печа». На дневой там бушу и с юга. Просто, пожалуйста. Просто, одно, два, как хотите. «Надлевой разливается печа». «Надлевой разливается печа». Поднимаем. Думаем, как это лучше построить. Перед нами дольник. Не забудьте. Скорее трех. Пойдемте еще. Один пропуск ударения. Скорее трех. Конечно. А почему он не пойдет первым? Благодарение на дневой поднимается в юга. Если есть два пропуска, то почему? Два пропуска. В трех. Дольник? Это догадался. Так. Одно и другое, да? Почему бы нет? Пробуем. Заметьте. У вас очень много свободы. Вам годится строчка. «Надлевой поднимается в юга». Вам не годится только строчка, где бы два ударения собралось подряд. Правда? Тут должно быть, по крайней мере, может быть, пять слогов, может быть, четыре, может быть, даже три. Любовь, товарищи, справа. Мушу этот подходит. А сейчас... Ваша задача понять, что здесь в упростительном знаке. «Бушует массово обратно». Вот и бушует, согласен. «Поднимается». «Поднимается». «Еще незнакомое». «Незнакомое». «Незнакомое». «А вот отстой». «Попробуйте сами, сами, сами. Мы мадем севро. В эту комнату, спросите. Хотя никто не получит. Да? Мы мадем севро. Все. Все? Ну? Ну что, конечно, не нравится. Не знаю, придумают другое, когда слово. По второй строчке либо приставка, либо предлог. Оба. И хорошо бы, если бы получился осмысленный текст. Уминный текст. Пусть не очень умный, пусть осмысленный. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы у вас не вышло две, три, пять подряд строчек, скажем, хрею, или дакцелем, или чем-нибудь еще. Постарайтесь, это не так. Тогда у меня у вас пострадали мне наставку. Вот так. Последний. А если бы я подбираю, то получится. И ты еще вставил, да? Пойдем. Пойдем. Отлично. Пробуй дальше. Все хорошо. Моя милая, ты подруга, на родное вышло крыльцо. Да? Дольник? Дольник. Конечно. И первые две строчки тоже. И еще. Над нимой поднимается вьюга. Оп. Ее красивое лицо. Моя старинная подруга, но прекрасное колесо. Ну вот из дольника что-то посоветовалось. Я согласен, что формально это дольник. Так. Ну так. Еще. Над нимой обушует вьюга одно мокрое лицо. Моя встает подруга наглядное наше колесо. Отлично. Над нимой обушует вьюга. Первая хрень. Да? Да. Дальше. Ое мокрое лицо. А в мое мокрое лицо. Моя встает подруга. Моя встает подруга. Грязное наше колесо. Ну так. Вы реалистические тексты. Да. Хорошо. Еще. Над нимой обушует вьюга. Облупает ветром лицо. Моя дорогая подруга на старое село крыльцо. Я дорогая подруга на старое село крыльцо. Последние две строчки вполне на что похоже? Поли. Поли. Моя дорогая подруга. Нам все брали, правда? А, ну да. Да. Но первые две это явный долгий. Так. И так все вместе, конечно, долгий. И там у меня вошелки долгий. У тебя хорошо получилась долгий. Так. Еще. Над нимой поселиться вьюга. На берег разбилось в лицо. Моя билая хорошая подруга на громадное село крыльцо. На большой село крыльцо. Шуткая история. Жаль, я дыр. Я дыр. Я дыр. Страшная история. Правда? Так. Правда. Тем не менее, а теперь это не тренинная доля. Вы видите, что это не так трудно. Вот и село. Над нимой занимается вьюга. Об рукав вытираю лицо. Моя снежная там сошла подруга на любимое село. Над нимой разозлилась вьюга. Обморозила все лицо. Моя дорогая подруга на красное вышло крыльцо. И вот в свобочневших улиц под снежную светом метель я к тебе бегу в суту лиц и в родине трамп и в сей. Помните сюжет. Да? Да. Еще. Моя лучшая подруга. Да? Моя лучшая. Хочется добавить, что подруга на завезшее вышло крыльцо. Об ее сильно бьет крыльцо. Моя со школи вверх, подруга, на нашем сбегает крыльцо. И вот через много улиц. То очень сильную метель очень сильную, сильную. И пытаюсь понять, и на суту лиц. Почему я пытаюсь понять суту лиц? Да? Да? И эти края нити, о ты, морозный вечер, о знакомые черты, грустно капают свечи. То и эти. Дневой подымается в юго, обмораживая лицо. Можно и так заметить. Моя уже всходит подруга, набросшая снегом крыльцом. Хорошо. Хорошо. Попробуй дальше. Трудно писать дольникам или нет? Да. Не очень. Не очень. Не очень. Понятно? Капыки. Давайте еще кто-нибудь, сами прочтите, да? Может голос не хватит. Так, давай, прочтите. Только не тропись. И вот лабиринт трогались, раскрашенную метель, и бегу стульясь, и встретилась мне метель. Метель. Самый большой слов. О ужасный вечер, о время черты, и зажженные свечи, то была ты. Ага. То есть, тебе очень хочется сжаться. Правда? А вредные черты смысл? Ээээ, не черты. Вредные черты, согласен с этим, совсем. О, вредные черты. Вполне тропись. Так. Еще. Еще. Так, ну-ка, по-моему, это... А можно кромка, и расплодчина, для всех. И вот, на Преснежных улиц, Преснежных улиц, вот, при сильном метеле, я иду, оба сжагаю, сутулись, и стрэйстая, сменеются теле. Встречал, сменеются. Встречал, чем 무서 Ouais, О, причудливый вечер, о, прекрасные черты, и скоро пол красном, свече, кто уведешь, то придешь ты. Ух ты. О, причудливый вечер, о, прекрасные, да, черты. И скоро, скоро, вечер, вечер, кто уйдёшь, то придёшь, ты. Толик, толик, можно только громко для всех. И вот в море нескольких улиц под ритмами весёлых детей. Я часто здесь в Краснодаре избородил правдой детей. Вечерка весёлых вечерок. Вечерок весёлых вечерок, это извините, что я послочал. Ага. Череда весёлых вечерок. Вечерок весёлых вечерок. Вечерок весёлых вечерок. Можешь прочитать? Усилить прекрасные черты. Я сжигалом, говорит, мы из вечера, то была ты. Так, строчка дольника годится, то была ты. Давайте подумаем. Что-то тут не так. Здесь что-то должно быть. Ещё раз, например, в дольнике между двумя ударными что-то есть безударное. Правда? Да. Либо один, либо два. Поэтому кто-то ловил в ты не годится. Извини. Так, ещё что-нибудь интересное. Так, ну-ка. Кто правда пришла в ты? Кто правда пришла в ты? Ну, опять пришла в ты. Так, два ударения вместе быть не могут. Заметься. То правда села ты. Села ты. Правда непонятно, куда села. Но тем не менее. Так, хорошо. Так, хорошо. Села ты. Пусть там будет пять ударений, пусть шесть, пусть семь. И это будет вдоль них. Друга, парящим. Над него и поднимается вдюгом. Об суровое лицо. Моя душевная потолка. На старое упало крыльцо. Совсем страшное слово. А дальше ещё хуже. И вот бегу через много улиц. Под ужасную метель. Я от палок ударов сутулись. И ору. Эти палки не тянут. Это некие палки, которые герой ударил. Да, по-дальше третий. Так, видимо, от этих же палок и потом полпалок. Хорошо. Ещё. 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 Попробуй. Что? Слух можно? Да. Можно. Можно далеко. Можно. До дневой разозлилась дюга. Обморозила всё лицо. Моя дорогая подруга. На красное вышло крыльцо. И вот с помрачневших улиц под снежную с ветром метель. Я к тебе бегу сутулись. И в рамках души не тянут. О, не забуду тут вечер, О, милые все черты, И тепло дают нам, Не свечи, тот уют создала ды. Есть парочка грушей, но не сердечных. Здесь два ударения по ды, да? Потому что все эти породки создала, а не создала, да? Ничего страшного, давай пробуем дальше. Пробуем дальше, как звучит этот размер. Дольник, дольник. Мы сегодня говорим о дольнике. Есть варианты? Вик, можно вперед передать? Давай простей, только слух громко для всех. Стойте, Вика, нам читайте. Из-за днева поднимается йога, А в мое набьется лицо, Моя милая подруга называет шею шею крыльцо. Вот грустные лица улиц, Чтоб покровом снежных пути. Иду я не могу с утрубочить, Встречаю грустных людей, Чтоб вчера улыбаясь не день, Пойдут волшебные вечеры, С прекрасной черты, И погаснут скоро свечи, Но не свечи, когда-то ты. Отлично. Только непонятно, почему ты так хорош. Заметьте, дольник не любит, чтобы торопились, Как и любой стих. Правда? Вот наша тема. Давайте вспомним. Кто этот дольник любит? Блок любит дольник трехыкный и четырехыкный. Ахматова любила дольник. Гумилев, конечно, любил дольник. Бродский любил дольник, но уже более расшатанный, напоминающий собой акцентный стих. Майковский в чем-то тоже дольник любил, но больше он любил акцентный стих. А Илья Сильвинский? Нет, Сильвинский. Илья Сильвинский скорее его пародирует. У Сильвинского какие-то прекрасные стихи, почитайте. Это замечательный поэт. Он в молодости решил спародировать блока и дольник. Что еще? Это интересная вещь. Получается, что 18 веке – это век – села Вагоники. 19 века – села Вагоники. А 20 века – это у Вагоники. Все сложнее. Не люблю. Ладно. Все сложнее. 18 век, конечно, в нем родилась села Вагоника. В нем родилась села Вагоника, мы говорим. 18 век любил экспериментироваться. Точно так же, как он сам. 19 век почти не любил экспериментироваться. Не случайно у Пушкина вы не найдете экспериментов. Правда, если честно, так 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 у Пушкина найдется. Но не специально. А случайно? Он экспериментировал, наверное. Хотел бы, когда мы тогда пытались найти что-то новое. Он специально не думал об этом. В отличие от Муросова, от Третьяковского, от Консервира, от Дзержали. Дзержали очень любил экспериментироваться стихом тоже. Именно у Дзержали мы найдем стихи, скажем, в разной форме. В форме гробницы, например. Или в форме фонтана. Это Дзержавин делал, конечно, специально. Причем, заметьте, он этому научился. Этому его не учили никогда. Я сейчас открою страшную тайну. Дзержавин был человеком не очень образованным. Он, конечно, знал языки. Он знал немецкий язык. Он знал, конечно, старо-стромянский, конечно, прежний русский. Это понятно, да? Все тогда знали. Он знал, конечно, русский. Он знал немножко французский. Но именно немножко. Его специально не учили французскому языку. И уж тем более английский. В отличие от ушки. Который, если вы помните, по-французски изъяснялся, как по-русски, в сущности. С детства. Мы сейчас говорим о дольнике. Дольник, как размер, ни в 18 веке, ни в 19 веке, еще раз устранен не было. Но в 20 веке он получил распространение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова